Всем здарова народ! Наконец-то с былой взял себе нормальную вебку, отличненькую, за 7,5 рублей. 7,5 рублей, Карл! Качество мне нравится. Не знаю, C922 Pro HD 1080 Logitech. Нормальная, нормальная вебочка, ребят. Сегодня на стрим заходите, будем тестить. Ну а что ж, подъехал новый выпуск с фишечками. Эти фишечки мне помог сделать мой друг, VKS Invoker. У него также есть канал, ссылочку внизу я оставлю, ребят. Но канал, к сожалению, по контенту D2. Не знаю, может кому-то заходит. Можете зайти, подписаться. Ну, а мы начинаем. Всем здарова, ребят. Это очередной выпуск по фишечкам Доты. И начнем с простенького, с самой первой фишечки, которая будет посвящена Баланару. Мало кто знает, что при прокачке его спела... Ну, как мало кто знает? Может кто-то и замечал, но не придавал этому значения. Баланар бустится в мувспиде и в атакспиде на некоторое время, независимо от дня или ночи. Все мы знаем, что у нас делает третий спелл. Третий спелл дает Баланару 35 мувспида и 90% атакспида ночью. То есть ночью мы просто звереем и бегаем, гангаем всех по карте. В общем, в чем заключается сама фишка. Когда мы прокачиваем данный спелл, на некоторое время у нас бафается эта способность. Это работает только на первом левеле прокачки. То есть, если мы стоим в хардлайне или вообще просто нужно резко как-то забуститься, сделать какой-то мощный стрейф, то я думаю, эта фишка может пригодиться. Но работает всего, к сожалению, на один раз в игре. Но можно использоваться с умом. Как-то у меня были ситуации, что это реально помогало. Как видите, я прожал и смотрим, есть буст. И буст заканчивается. Буквально какие-то 4-3 секунды, но это в принципе эффективно. У нас добавляется просто сапог. А теперь подумайте, если у нас был бы в инвентаре сапог, то у нас МС была бы просто 400. Вот такая вот первая мини-фишечка. Окей, продолжаем дальше. Сможет ли Пугна убить Рошана с одной тычки? Как вы думаете? И я думаю, сможет. А в чем заключается прикол? Как он сможет с таким затаром убить ваншотом? Есть одна приколюха. Еще одна фишечка, ребята, о которой мало кто знает. Почему-то в доте второй спелл у Пугны сочетается с дезолятором. Да, глупо звучит, наверное, но давайте я просто это продемонстрирую. Демонстрирую. Как вам? Попробуем сделать ваншот. Как вам такое, Илон Маск? Окей, ребят, следующая фишечка будет такая. Сможет ли Цемочка хилиться под стрелами Хускара, если Хускарчик на нее накидать стрелы? Как думаете, сможет? Ну, я думаю, сможет. Давайте проверим. Накидывай. А, то есть, классочка, да, наша работа. Да, накидывай. Вторую кидай. Я типа такой, аааа, не надо еще кинь. О, нет, я типа умру. Кидаю хил, и хил работает. Окей. Как видите, обычная Хилинг Слейф работает под стрелами Хускара. А это значит, что это еще одна фишечка. Окей, а следующая фишечка у нас будет посвящена Минеру, его минам и Пугне. Фишка заключается в том, что Пугна может проходить через мины, с помощью своего Астрала, так как мины наносят физический урон. Бред, скажете вы? Нет. Затестим. Затестим. Как видите, все просто. Ну, такое, да? Нормальная фишка. Во второй доте он магический, да. Да, во второй доте это магический урон. Окей, переходим к следующей фишке. Следующая фишка будет посвящена Лине и ее ульту, ну и Аганиму соответственно. Как наносится дэмэдж и почему ей Аганим просто мастхэв. Значимость Аганима на Лине. Аганима на Лине. Так. Без Аганима дэмэдж наносится у нас с задержкой и нечистым уроном. С Аганимом же наоборот, наносится чистый урон, чистого 950 и увеличивается рейндж. Также уменьшается задержка по нанесению урона, то есть его нельзя закайтить, это туль становится. Окей, давай посмотрим без Аганима рейндж и дэмэдж. Окей, 1700 хп Огра осталось. Пробуем с Аганимом. Значимо, рили значимо. Просто остается 1400. Без Аганима. С Аганимом. Да, то есть очень сильно резистит, если нет у нас Аганима, то очень сильно резистится дэмэдж. Плюс рейндж почти в половину добавляется. Хорошо, давайте дальше проверим, сможет ли ульт Лины законтрить пака. Фулл хп, окей. Так, попробуй сейчас закайтить мой ультимейт. Давай, готов? Изи, вообще просто кайтится. Окей, давай попробуем сделать это с Аганимом. Готов? Да. Блядь, подожди, я кнопку, вот это. Давай, 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 еще. Рефреш напиши. Я писал рефреш, и в этот момент сказал, давай. Давай, готов? Да, давай. Это просто нереально. Я нажал прям точка, когда ты выстрелил. Да, это вообще невозможно. Еще раз пробовал? Сюда, давай. Да это невозможно вообще. Окей, моментально наносит. Давай еще раз попробуем. Готов? Надо убедиться, давай. Да ну нахер-то невозможно. Еще раз пробуем. Момент, когда ты замахиваешься, нажимаю. Давай, давай. Раз, два, три. А попробую еще раньше нажать. Может все же получится. Рефреш написал? Да, давай. Готов? Да, давай. Да ебаня, это пиздец. Окей, давай попробуем без Аганима. Сейчас shift откатится. Давай, давай, давай. Я запишу. Ультую. Потерял микроконтроль. Хорошо. Ты готов? Давай, я всегда готов. Просто. По-моему наглядно, что Лини Аганим, контр пик пака вообще просто изи. Чистый дэмэдж, который невозможно отразить. Окей. Переходим к следующим. А следующая фишка с ультом, блин, и у нас такая. Берется Абаддон и изайца ультимейт. Вот у тебя сейчас вкачан ульт. Все есть, правильно? Завязай ульт. Бля, подожди. На Б, баров. Причем? Давай, давай, я мне. Завязай. Ну вот, допустим, да, завязал ульт. Еще раз давай. Просто. Я не понимаю, почему он не работает. Ультимейт Абаддона должен был сейчас сработать так, чтобы его захилило. Окей. Давай посмотрим, если порог перейдет 950 хп. То есть у тебя сейчас 1к хп. Правильно? То есть я тебе сейчас солью до 837 хп. Окей. И ультани. Ультани. А теперь? А теперь ульт почему-то захиливает. Следовательно, если у Абаддона меньше 950 хп, пул, то тогда Абаддон умирает. А если больше, то он живет. Окей, давай тогда попробуем другую тему. Останется у тебя сейчас 600 хп. Я в тебя ультану. Так, умираешь. То есть я вообще не понимаю, как это работает. Ты понимаешь, как это работает? А-а. Ну, то есть, типа, зависит от пула. То есть это нужно запоминать. Если у Абаддона пул хп меньше 950 хп, то Лина ваншотит его, даже если у него включен ультимейт. А если меньше, ой, больше, то... То никак. То не за ваншотит, если включен ульт. Ульт захилиться. Захилишься с помощью ультимейта. Как видите, очень странно работает ультимейт у Абаддона и у Лины. Если порог хп меньше или больше, то и получается совсем другой эффект. Окей. А следующая фишка у нас заключается в том, что Аегис и реинкарнация Реорика не позволяют нам рисаться в случае, если мы находимся в текстурах. Давайте же это проверим. Сейчас я с помощью кента зайду в текстуру и ты убьешь меня. Посмотрим. Риснулся. Окей, рефреш пиши. Сейчас еще раз затестим. Бей. КЗ, как это работает? Убивай. Видишь, а сейчас не сработало. То есть я стоял в тотальных текстурах. Прям в сильных. Стоял на кочке, да, и из-за этого. Как видите, наш герой не смог риснуться в текстурах. А это значит, что имея респаун, лучше избегать таких мест, где можно застрять в текстурах. Окей. Следующая фишка заключается в том, что блин, крипы шумят. Типа, что любой блин, будет наносить урон структуры, так как это движение считается. Окей. Ну, накинь рептуру. Я догернусь. Наносится дэмэдж. Окей. Или-или. Рефреш пишу. Пиши рефреш. Э, я сейчас умру. Ответил, блядь. Э, 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 хорош, хорош. Тут тяжело. Короче, давай, кидай рептуру опять. Альфаешся. Буду блинковаться. Окей. Блинк тоже наносит дэмэдж. Зачем? Я хотел блинк нажать тебе и блядь не блядь не блядь. А блинк, какой блин? Сюда дайдер. Но это типа проверили. Любой блинк наносит урон. Теперь возьмем пака. Кого там лицо ломают? Ты че там моих девчонок обижаешь? Хорош. Хорош девчонок обижать. Так вот жестко. Ты засранец. Накидал. Бедных девочек. Скидай рептуру. Я профессионал. Че кидать? Рептуру кидай. Кинул. Во-первых, окей. Сдохнешь. Ха-ха. Наносится дэмэдж. Так же простав можно охочиться с днем. Слушай, а если я попробую это шифтануть? Что попробую? Шифтануть? То есть после. Альт Кюкануть хочешь, может быть. Альт Кюкануть. Альт Кюкануть, давай, кинул. Альт Кюкануть. Альт Кюкануть. А нет, мы даже еще раз пробуем. Лол, подожди, у меня... У меня нету бафа, она наносится дэмэдж. Потому что я заново обновлял его. Давай. Окей, накидывай. Накинул, да? А так можно закайтить. Да. То есть... Это работает так. Кидай руптуру. Прокликать быстро, да? Да, если я просто без шифта это делаю, то дэмэдж мне наносится. Через шифт, ясно. Через шифт, да. То есть, если я успеваю закайтить дэмэдж после орбы, то мне ничего не наносится. Но если же я просто даю орбу и тп6 без шифта, то мне наносится дэмэдж. Окей, накинь еще раз, попробуем еще раз шифт. Тебе придется в любом случае, чтобы орба полностью пролетела. Да. Окей. Ты не сможешь сам отменить. Давай. Кидай. Да. Дэмэдж не наносится. На фул пролететь и тогда она уже начнется. Окей, давай еще раз. Хорош. Душить. Давай. Кидай. Ушел в шифт с пол хп, появился с фул. Кидай орбтуру. Просто кидай орб без шифта. Наносится дэмэдж. Ну, я думаю, мы тут все доказали абсолютно, что дэмэдж наносится, если мы... Я думаю, мы доказали дэмэдж, то... Если мы не шифтим, то нам наносится дэмэдж. Если же мы после орбы шифтим, то считается, что, типа... Ну, ты понял. Я думаю, все понятно. Окей, следующая фишка, даже не фишка, больше, наверное, тест будет. Сколько Сларк сможет выкачать агилы с одного персонажа. То есть, каков предел накачивания его агилы. Давайте посмотрим. Сколько максимально наберем дэмэджа. Чисто на х нажимаю просто. Долби их холдом на венге. Окей, венгу я слил. Хорошо. Плюс 49329. Окей. Поехали дальше. Бью кентавр, накидывай мне минус урон. Кентуху отводи. А, ну я кентавр просто ничего не наношу. Слышь? Да. Отведей. Мог бы ты просто бей, да. Я просто ничего ему не наношу. Но ловкость идет, это достаточно. Сори, ну ты начинаешь хапать с каждым этим. А ловкость минус не уходит. У меня 200... 273 ловкости. 87, 89, 90. Можешь бить, в принципе, я буду рефрешиться уже. Слышишь? 317 ловкости. Я больше не могу стянуть. А, у тебя статы кончились. Слышишь, я подведи Руфа. Окей, Атропоса. Иду. Слышишь, у Атропоса могу выкачивать. Тоже вакханалия какая-то. Что мы получили в итоге с этого теста? Сларк, пока не кончатся статы у противника, может полностью выкачать все. Может вкачать себе айгилу на все статы противника. Так, смотри. Короче, окей, следующая фишка заключается в чем? Что... Гласят легенды, что крутилку джаггера можно сбить. Что это за затару тебя? Что крутилку джаггера можно сбить. Сбиваются, они... Запарил. Давай-давай, не играйся. Гоу, затестим. Сбиваются они... Типа хукшотом и думом. Окей, начинай крутиться. Сбил. Хорошо. Сейчас дум упадет и рефрешся. Дум сбивает крутилку джаггера. Это, да, это нормально. Ну, Дум это такой, на самом деле, ультимейт, который вообще очень много чего делает. Хорошо. Крутись. Дэмэдж наносится. Ты не крутишься, но дэмэдж наносится. Это типа тоже такое. А, лолгия. Понял, да. Ты не крутишься, но дэмэдж. Дэмэдж наносится. Окей. Рефрешся сейчас. Так я к тому же еще и сюрпи наваливаю. Да. То есть тут вообще, ну, какой-то дичайший дисбаланс. Окей, крутись. Хукаю в тебя. Дэмэдж наносится с крутилки. Крутилку я сбил. Но в это же время ты меня можешь бить. Давай затестим это. Еще раз. Тут это так же работает, как и с Думом. Крутись. Наваливай лицо мне. Так ты, ты крутишься, понимаешь? Ты не крутишься, но ты крутишься и бьешь с руки. То есть это вообще... Да, можно еще и ультануть в этот момент. Вообще будет жестко. Нормальненько. Ультануть. Окей. Давай попробуем. Типа я тебе собью. Хорош, дамажит. Собью тебе крутилку. Ты крутишься и типа ультани просто на меня. Крутись. Ультани. Типа да, это работает. Потому что я видел, что дэмэдж наносится. Ну, то есть микро-микро-момент дэмэдж наносится. Ну, а в Думе, естественно, ты ничего не сможешь нанести. Ну, типа, я думаю, доказали, что крутилка сбивается. Это да. Ну, а касаемо рейджа Найкса, ну, не знаю, чем его контрить. Тупо и выйдеть. А так контрит ульт Лины. Пробивает БКБ, пробивает репейл, пробивает рейдж. Это нормально. Ну, а последняя фишка у нас посвящается Хускару и Ксину. Ксин, оставив дома ремнан, заставляет Хускара бежать за ним. Давай, поехали. Иди сюда. Эй, эй, Вася, чё за дела? Герой куда бежит? Куда герой бежит? Помоги, да? Эй. Ну, а на этом этот выпуск с фишками подходит к концу. Если вы хотя бы что-то узнали новенькое, обязательно поставьте лайк. Покажите свою активность. Промотивируйте меня на создание таких роликов. С вами был Азез. Ребят, всем, кто не подписан, подписывайтесь. Всем спасибо. И до скорого. С вами был Азез.